Увидеть, как будет выглядеть Большая Покровская после ремонта, можно уже сейчас. Для этого необходимо подойти к ДК Свердлова и посмотреть на центральную улицу города через очки виртуальной реальности. Ой, красота! Замечательно! И все в одном стильном цвете, в каком-то желто-коричневом. Очень хорошо. Деревьев побольше бы. Немножко так посадить. Деревьев мало там. В целом хорошо. Когда чистенько, очень хорошо. Впечатляет. Кстати, любые замечания нижегородцев будут учитываться. Их можно оставить на сайте покровка2019.ру. Там необходимо зарегистрироваться или войти через социальные сети, а потом принимать активное участие в обсуждениях по благоустройству города. Ведь главное в федеральной программе формирования комфортной городской среды – это мнение жителей. Мы сделали раздел «Замечание по работам». То есть, если на сегодняшний день человек идет мимо и видит, что работа выполняется некачественно или неправильно, или что-то смущает, может совершенно спокойно это сфотографировать, приложить. И все это будет статус рассмотрения, он будет живой. То есть, после того, как человек разместил свое сообщение, соответственно, дальше появляется, что это принято в работу, после этого появляется официальный ответ, соответственно, с комментарием из позиции по предложенным либо замечаниям, либо, соответственно, предложениям. На сайте есть проект не только Большой Покровской. На площади Минина и Пожарского, например, собираются увеличить пешеходную зону, а на площади Горького может появиться фонтан. Цель – это сохранить функцию транспортного узла, который уже есть, между тем, немножко оптимизировать транспортную схему, чтобы пешеходу было более комфортно находиться на этой площади, не только во время каких-то знаковых событий, но и просто повседневно. Поэтому здесь новые, вот эти расширенные пешеходные маршруты предполагают выставочные экспозиции. И вот примерно так может это выглядеть. То есть, будет шире пространство перед самим Кремлем, будет возможность проводить там экспозиции от тех музеев, которые находятся в самом Кремле. Вот общий вид на потенциальный фонтан, который там может возникнуть, с такой регуляционной зоны. Городская среда – это не только ключевые общественные пространства, не менее важны дворы. До конца года по федеральной программе в Нижегородской области преобразятся 172 дворовых территории. Дворовые территории у нас будут закончены, мы надеемся, к 1 ноября, к краю 15 ноября, все общественные пространства до 1 декабря. Вся программа 2017 года должна быть завершена с подготовкой всех документов до конца года. Реконструкция Большой Покровской пройдет в несколько этапов. Первый – от площади Минина и Пожарского ДДК Свердлова – планируют завершить в ноябре. На следующий год запланирована работа по фасадам зданий.